Побережье Коста-Бланка это 220 километров от Дэнии на северо-востоке до Руэлла-Коста на юго-западе. Города, деревеньки, агломерации. Как выбрать именно ту точку, которая подойдет вам лучше всего? Выбор даже не конкретной страны и не конкретного объекта, а региона или города это отдельная задача. Если мы говорим о недвижимости на Коста-Бланка, как правильно подойти к ее решению? На что стоит обращать внимание при выборе конкретного города? Первое, это выбор, это цель вашей покупки, потому что если цель сдача в аренду, то можем ограничиться только 2-3 города. Это первое. И второе, конечно, это объект или этот город должен быть вам по душе. В таких случаях мы предлагаем нашим клиентам сесть в автомобиль, проехаться по всей Коста-Бланка, посетить там 3-4 города, где объект или город по душе, там мы останавливаемся и делаем выбор. Сколько времени нужно на изучение, ну допустим, Теревьехи или Бенедорма, по твоему опыту? Предварительный просмотр мы делаем 1-2 дня. Знакомимся с одним и вторым городом, человек выбирает какой-то город, в этом городе мы просматриваем 2-3 дня по 5-7 объектов в день, и в принципе человек делает выбор. Чаще всего все равно люди приезжают на просмотр объектов летом или в сезон, и соответственно то, что они видят, ту картину, которую они наблюдают, может значительно отличаться и наверняка будет значительно отличаться от осенней, от зимней. Как в данном случае принять правильное решение с учетом того, что картина, которую ты видишь, может отличаться от всего года? Конечно, очень важно в таком случае найти компанию, которая вам будет продавать недвижимость. Всегда менеджер компании подскажет вам, какой город на сегодняшний день живой зимой, а какой город на сегодняшний день выбирает зимой. И вы тогда сами выбираете, для каких целей вы покупаете недвижимость, если вам нужно, чтобы это было тихое место, спокойное, и вам как можно меньше было туристов, конечно, можно выбрать любой город. А если ваша цель конечная, это сдать ее в аренду, выбирать надо по совету этой компании. Ну вот давайте конкретным примером. Предположим, я хочу жить в Испании 2-3 месяца летом, и мне совершенно не важно, что будет происходить с моей недвижимостью все остальное время. Я не собираюсь сдавать ее в аренду. Какой город ты порекомендуешь? Я порекомендую несколько городов. Начнем город Кальпе. Уникальное место, красивые горы, широкие песчаные пляжи. Все, что мы видим там, это жилые дома, а не гостиницы. Да, конечно, потому что гостиниц в Кальпе очень мало. На самом деле Кальпе город небольшой, и основная масса недвижимости – это частные дома и виллы дорогие. Это как раз город для тех, кто хочет отдыхать здесь спокойной жизнью, приехать на пенсию, чтобы было мало туристов, особенно зимой здесь очень спокойно. И вот это вот главный пляж города? Это их два пляжа города здесь. Один пляж вот с этой стороны – мыс Ифач, и гора одноименная. И с другой стороны находится еще один пляж, и там же находится порт. Можно взять катер-в-прокат, покататься на катере, и еще отсюда можно взять катер-в-прокат и сходить на остров Ибица. Он здесь недалеко. И в хорошую погоду вот с тех гор мы однажды наблюдали силуэты города, острова Ибица. Следующий город Бенедорм – это дискотеки, это американские горки, это аквапарк, зоопарк. Аликанте город – очень интересный город, большой порт, можно путешествовать, морские прогулки делать. Уникальное место – это город Торевьеха и город Урела Коста. Ну ты назвал практически все под эту задачу. А если, например, задача прервища сдавать в аренду, причем желательно круглый год? Тогда Торевьеха и Бенедорм. То есть Кальпе нет, и даже Аликанте нет? Если мы говорим об вложении денег и получить по максимуму, то, наверное, только два города. Удачно сдавать свою недвижимость, хорошо зарабатывать – это даже не вопрос, это боль, которая лечится удачным выбором. Не удивительно, что чуть позже мы с Александром Дашевским вернулись к обсуждению актуального вопроса. Не каждый город работает для сдачи в аренду. Если у вас цель покупки проживания собственных, то можно посмотреть все города. А если у вас цель сдавать в аренду в основном и жить самому, то можно отбросить много городов, которые вымирают на зиму, и они становятся пустыми. Соответственно, использовать их для сдачи в аренду невозможно. И вот цель – это будет самая главная причина. Ну, давай на конкретных примерах. Ну, не знаю, начнем с севера, например, региона, например, Дения. Дения – прекрасный город, мне он очень нравится. Великолепные горы, красивые, пляжи шикарные. Город небольшой. Сейчас там много строится нового жилья. Но на самом деле Дения зимой малочисленна. Если сказать, что на севере Коста-Бланка можно было рассмотреть, я бы предложил город Венедорф. Он живой круглый год. Его можно использовать как для собственного пожелания, так и для сдачи недвижимости в аренду. На сегодняшний день там дают лицензии туристику. Это значит, можно сдавать официально свой объект. И он более популярен, этот город, для всех туристов всей Европы, всего мира. Окей. А в каком случае тогда Дения может оказаться более предпочтительнее, чем Венедорф? В том случае, когда клиент говорит, Александр, я хочу, наверное, сейчас немного поздавать, но вообще-то я переезжаю на пенсию туда. Вот я бы рекомендовал людям уже в возрасте переезжать в такие города, как Дения, потому что там более комфортно, более чисто, более спокойно, меньше туристов из разных шумных стран, так назовем, не будем называть какие-то страны. Но на самом деле Дения в этом плане – идеальный вариант. Видишь, мы целый день находимся сегодня в Венедорфе, и количество людей просто восхищает. Сезон начался. Первый июня всего на встрече? Говоришь, в июле-августе будет? Даже в июне уже сейчас будет, потому что я смотрю, много людей приехало именно потусить на дискотеке, а это город славит дискотеками своими, как Ибица, например, с широкими пляжами. Людей много, сейчас вечер, 6 часов вечера на пляжах людей огромное количество. Представь-то, что было здесь днем. А что будет вечером и ночью? А вечером ночью дискотека будет, очень весело. Саш, ты говоришь, что в зависимости от цели покупателя можно подобрать город на Коста-Бланко, но, например, в одном городе есть квартиры, в другом городе квартир меньше, в одном городе больше вилл, в другом городе их меньше. Как стыкуется желание клиента жить в конкретном объекте и в конкретном городе? Я скажу, что в Испании типов недвижимости очень много, в отличие от наших стран, где есть квартиры, есть дом, два типа недвижимости, здесь все. Но о типах недвижимости я предлагаю поговорить отдельно, потому что это отдельная тема, и очень важно, многие наши клиенты путают, когда начинают выбирать, и задают вам вопрос, и не понимают, что такое бунгал, и что такое дом. Но о типах недвижимости в Испании мы и поговорим в следующей серии нашего проекта.